Продолжаем чтение нашей книги, которая принадлежит перу шейха Салима, или же даже подходим к логическому завершению чтения этой книги, а в частности диспута, который состоялся, напомню для тех, кто отсутствовал на предыдущих уроках, между шейхом из числа Ахли Суннавальджама, между ученым, который следует книге Аллаха и Сунне его посланника, и между человеком, который был обманут некими людьми в вопросах вероубеждения, в частности в вопросе местоположения Всевышнего Аллаха, то есть где находится Всевышний Аллах. И шейх уже на протяжении трех уроков, это что касается нас, и в этой книжке, в общем, разъясняет нам, что Всевышний Аллах, он фис-самэ, над небесами, или же наверху. И последнее, на чем мы остановились, это то, что спрашивающий задался вопросом, и обратившись к шейху, сказал, говорит, ну почему же то, что сейчас утверждаешь мне ты, и то, что пытаешься мне доказать, почему об этом не говорят большие известные ученые? На что шейх сказал, а разве те слова, которые я приводил тебе с начала нашего диалога, до самого его конца, не являются словами ученых? Это как раз-таки каждая буква из моих слов являются словами ученых. Просто проблема состоит в том, что ты не читал слов ученых, и не обращался к фетвам больших улема. На что человек согласился с этим и сказал, да, действительно так, но не мог бы ты привести мне слова какого-нибудь известного алима, из числа ученых Ахли Сунна по этому поводу. На что шейх сказал? Сказал, ты можешь обратиться к книгам или же к сборнику фетв и посланий шейха Ибн База. А в частности, давай откроем с тобой шестой том, 434-ю страницу, и мы, что мы там найдем? На что спрашивающий говорит, Мы встретим там вопрос, в котором говорится, упоминается то, что кто-то спросил своего отца относительно Всевышнего Аллаха, И его отец ответил ему тем, что Всевышний Аллах, то есть существует и существовал всегда и находится везде. Ответил ему таким образом, что Аллах находится везде и существует всегда, то есть не ограничен во времени. На что сказано? Кала шейху Абдул-Азиз ибн База Рахимаху Аллах Та'ликан Аляхадал Калям На что шейх Абдул-Азиз ибн База комментирует эти слова, которые отец сказал своему сыну, сказал Нет сомнений, что подобный ответ является ложью. Это неправильный ответ. И это является из слов приверженцев нововведений Из числа джахмитов и му'тазилитов и тех, кто за ним последовал. То есть, чуть-чуть остановимся, отойдем. Слова то, что Всевышний Аллах везде являются словами приверженцев нововведений. Кого именно? Он говорит, из числа джахмитов и му'тазилитов. И затем уже тех, кто за ними последовал. Из числа ашаритов, матуридитов и так далее. Кто такие джахмиты, кто такие му'тазилиты. О ком говорит шейх Ибн Бас? Джахмиты Это последователи человека, которого звали Джахм Ибн Сафван. И это течение из сект, можно так сказать, из течения приверженцев нововведений и заблуждения. Тунки Ру'лю Аллах. Они отрицают высокое положение Всевышнего Аллаха. И отрицают имена Аллаха и его качества. То есть, его атрибуты. Это что касается джахмитов. Кто такие аль-му'тазилля? Аль-му'тазилля это те, кто последовали человеку, которого звали Васль ибн У'ата. Почему джахмиты были названы джахмитами? Потому что они последователи Аль-Джахма Ибн Сафвана. А почему же тогда му'тазилиты были названы му'тазилитами, в то время как они последователи Васль ибн У'ата? Потому что был такой человек И однажды он сидел На мажлисе у одного из известных Ученых таби'инов, которого звали И когда он давал свой урок И разъяснял людям То, что тот, кто впал в грех Он не становится неверующим Только лишь по причине того, что он впал в большой грех А остается верующим На что Василий бну'ата встал И высказал свое мнение и сказал Нет, нет, этот человек находится Он находится в таком положении Между двух положений Он и не верующий Но и не верующий Что-то между этим На что Аль-Хасмуль-Басри разъяснил ему Этот вопрос, но он не принял И решил покинуть их собрание И отошел На что Аль-Хасмуль-Басри сказал И'тазалена васль Оставил нас васль Что по-арабски звучит И'тазалена То есть оставил нас Отошел от нас Отрекся от нас Васль И именно поэтому их начали называть Му'атазиля То есть те, которые отошли Те, которые отступили Их начали называть таким названием Аль-Му'атазиля То есть те, кто отошли Утягали сунна в этом вопросе Из их признаков что? То, что они Юзбитуна Асма Аллах Вайанфу Нас и Фатихи Они подтверждают имена Всевышнего Аллаха Соглашаются с ними В отличие от джахмитов Которые отрицают Как имена Так и атрибуты Всевышнего Аллаха Но му'атазилиты Подтверждают имена Но отрицают Все атрибуты Всевышнего Аллаха Субханаху Вата'аля Ва минхаль улю И из этих атрибутов Это улю Высокое положение Нашего Господа И поэтому Шейх Ибн Баси говорит То, что тот Кто заявляет О том, что Всевышний Аллах Везде Этот человек Последовал Привернуться Много видений Из числа джахмитов Мы поняли Кто такие Их отличительные черты И му'атазилитов И любых тех Кто последовал В этом вопросе За ними Далее Шейх Ибн Бас Напоминаю вам Еще раз Наш спрашивающий Попросил шейха Привести слова Какого-то ученого На что шейх Привел ему слова Бывшего Муфтия Саудаскаравия Шейха Абдулазиз Ибн Баса Великого ученого Достопочтеннейшего Шейха Который он Приводит В одной из своих фетв И он Зачитывает ему Эти слова Так вот Продолжая Он говорит Истинно же состоит в том Что Приверженцы Сунны И единой общины Убеждены Что Всевышний Аллах Над троном Как на это указывают Аяты из Корана И пророческие Изречения То есть хадисы И утверждает Это Всевышний Аллах В шести других Аятах Курана То есть это не единственный Аят в котором Аллах об этом Сказал Нет Есть еще шесть Других подобных Аятах Где Всевышний Аллах Субханаху Аталя Говорит То что он Истава Возвысился Над своим троном И смысл слова Истава То есть возвысился У приверженцев Сунны То есть у тех Кто следует Сунне пророка Подразумевается То высокое положение И возвышение вверх Над троном Таким образом Как надлежит Нашему великому Господу Табараку Аталя И никто не знает Каким образом Он возвысился Табараку Аталя То есть мы знаем Раз Аллах Субханаху Аталя Сообщил нам Что он возвысился Мы говорим Значит оно так и есть Он возвысился Табараку Аталя Каким образом Это было Каково Описание Этого возвышения Мы не знаем Мы не знаем Сказать этого не можем Каким образом Он возвысился Таково убеждение Ахли Сунна Вальджама Относительно всех Атрибутов Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Многие Когда слышат То что Биля кейф То есть без Придавания образа Думают что Нет образа Говорят нет нет Нету образа Возвышения Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Нету образа У прихода Всевышнего Аллаха Как Аллах сказал Ваджа ароббуке Уаль маляку И придет твой Господь И в это время Ангелы будут стоять Рядами И мы понимаем Что из описаний Нашего Господа Из его качества И эпитетов Это то что Он придет Приход Но вопрос А каким образом Придет Так же как человек Приходит На двух ногах Нет Валлаху Аталя Мы не знаем Аллах Субханаху Аталя Лучше знает О том Но есть ли образ Мы говорим Что нету образа У этого прихода Нету образа У того как снисходит Всевышний Аллах На третью ночь Каждую ночь На первое небо И нету образа У того как он возвыс Есть Образ есть Это надо усвоить Но мы его не знаем Какой он Однако он есть Поэтому когда мы говорим Биля кейф Это не значит Без образа Это значит Мы не можем Его себе представить Мы не знаем Какой именно Это образ Однако мы это подтверждаем Потому что Сам Всевышний Аллах Субханаху Аталя Об этом сказал Если Аллах В Коране Себя чем-то описал А в ответ Кто-то приходит И говорит Нет нет Это не так Мы не можем Его описать Так же Мы говорим Словами Всевышнего Аллаха А антум аляму амилля Вы больше знаете Или Аллах Аллах себя этим описал Смирись Придайся текстам Корана и Сунны Если ты верующий И не искажай И не отрицай И не сравнивай Его с творениями И не задавай вопроса Как Не отрицай образ Но и не спрашивай Каким образом Вот это имеется ввиду Поэтому шейх говорит Однако каким образом Произошло это возвышение Никто не знает Кроме него Самого Табаракова Тааля Кама каля Малик Как сказал имам Малик Имеется ввиду Малик Ибн Анас Один из четырех имамов Когда его об этом спросили Он сказал Возвышение известно То есть смысл слова В арабском языке Возвышение Оно известно Оно понятно Сказал Однако каким образом Неизвестно Не сказал нет образа Неизвестно для нас Каким образом он возвысился И верить в это Обязательно А спрашивать об этом То есть Истива Малюм Смысл слова Истива В арабском языке То есть Возвыситься Взять вверх Подняться куда-то Это каждому арабу Известно И не нужно его Искажать И говорить Чтобы это Истива Имеется ввиду Иставля Опираясь на стих Какого-то там Ахтали Непонятного Никому И вообще Принадлежит он ему Или не принадлежит И так далее Как говорит Шейху Лислям Ивну Тайми Относительно таких людей Говорит Когда ему говорят Когда он пытается Привести в довод На свое искажение Именный атрибут Он говорит Сказал Ахталь Один из христианских поэтов И приводит довод Его слова Ставя их выше Над Кураном Исунной пророка Поэтому имам Малик Ответил следующим образом Сказал Возвышение известно Каким образом Мы не знаем Но верить в это ваджи Почему? Потому что нам было Велено верить в Куран А это то Что нам сообщается В Куране Нам было велено Верить в хадисы Поэтому мы говорим Что мы верующие Му'минон Потому что есть Иман Иман во что? В то что сообщено В хадисах А туда Также относится Вера скрытая То что мы не верили Не видели Но нам было сообщено И мы в это верим Поэтому Аль иману бихи ваджиб Верить в это Обязательно Фарт А спрашивать об этом Каким образом Является новшеством Почему? Потому что Те аяты И те хадисы Которые Сообщают нам Об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Атали А в частности Об атрибуте возвышения Сподвижники их знали Но никто из них Не задался вопросом А каким образом Это произошло? А как? Поэтому это бидо Это новшество И спрашивать об этом Является нововведение Этот афар Это предание От имам Малика Если кто-то скажет А как ты можешь доказать Что это было приведено От имам Малика? Что это ты не сам придумал? Мы говорим Поэтому у нас есть Цепочка передатчиков И ученые Когда писали свои книги Упоминали цепочку передатчиков Как хадисов Так и некоторых Изречений имамов тоже И поэтому Абдуллаевну Мубарах Сказал Если бы не было Такой вещи Как иснад Цепочка передатчиков То каждый Кто хочет Говорил бы что хочет Заявлял бы об этом Но у нас есть Иснад Поэтому Мы говорим Что Что даже Вот эти слова Имам Малика Также передаются С иснадом Их приводит имам Лалакай В своей известной книге Шарху Сули Атикаде Ахли Сунна То есть Разъяснение основ Убеждений Ахли Сунна И он приводит их Следующим образом О том Что имам Малик сказал Каким образом Мы не сможем Постичь своим разумом И то что Смысл слова Возвысился Он не является Неизвестным То есть Все знают Что это значит В арабском языке Истива Его смысл Далеко не истовля И говорит Верить в это ваджиб А спрашивать об этом Бида Ереси и новшества И также Имам Эдзахаби В своей книге Аль-Улю Сказал Что это предание От имам Малика Достоверно И сказал Эреси и новшества О том, что образ Возвышение Всевышнего Аллаха Над своими творениями Называется следующим образом Предание Известное предание Которое сообщается От имама Малика Да помилует его Аллах Относительно Атрибута Возвышения Которое было Разъяснено Последовательно Аналитически Очень хорошо Было разъяснено То есть Оно действительно Это слова Имам Малика То есть Далее Шейхи бен Бас Продолжая Разъяснение Своей фетвы И отвечая На вопрос Человека Отец Которому Ответил Что Всевышний Аллах Субханах Находится Везде Сказав Что этот ответ Неправильный Продолжает Обосновывать Почему этот ответ Неправильный И говорит Вамурадуху Привел слова Имам Малика И говорит Что имел ввиду Имам Малик Вамурадуху Рахимахуллах Ассуалю Анкайфи Этихи Имам Малик Имел ввиду Что не нужно Спрашивать Об образе Возвышения Вахазал Манаджа Ан шейхихи Рабиат Абниаби Абдиррахман И так же Это передается От его шейха То есть От учителя Имам Малика Рабиат Абдиррахман Вахуа Марвийюн Ан уммисалям И он передавал Атуму И в действительности Именно этих Убеждений Придерживались Все Приверженцы Сунны Все Кто из Ахли Сунна Они придерживались Этого мнения Будь то Это из числа Сахабов В первую очередь И тех Кто за ними Последовал Из числа Аимма То есть Имамов Предводителей Ислама И Всевышний Аллах Субханаху Также и в других Коранических Аятах Сказал то Что он Возвышен Али То есть У Аллаха Есть такое имя Как Али Что переводится Высочайший Сказал он Табаркова Тааля И решение Принадлежит Аллаху Высочайшему Великому Также Всевышний Аллах Субханаху Аталя Сказал К нему Возносится То есть Вверх поднимается Возносится Благое слово И праведное Деяние Он поднимает Их Также Всевышний Аллах Субханаху Аталя Сказал И не тяготит Его хранение Их Чего Их Их двоих Напишите Что имеется Ввиду Под Их Что Хранение Чего Не тяготит Всевышний Аллах Субханаху Аталя Сказал Неужели вы Обезопасны От того Или неужели Вы чувствуете Себя В безопасности От того Кто Наверху Над небесами Что не поглотит Что не поглотит Вас земля И вот Она колеблется Неужели Вы чувствуете Себя В безопасности От того Кто Наверху Что он Не пошлет На вас Каменный Ураган И тогда Вы увидите Каково Было Его предостережение В этих аятах И так же В других Многочисленных Аятах Из Писания Из Благородного Писания Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Сарраха Субханаху Аннаху Фиссама Аллах Явно Говорит И заявляет Открыто Что он Фиссама То что он Высоко Наверху Вазалека Муафикун Лимадалят Алихи Аяту Листива И это Как раз таки Соответствует Тому На что Указывают Аяты Относительно Возвышения Всевышнего Аллаха Субханаху Вата'аля И конечно Из этого Мы понимаем Прочитав Эти аяты И хадисы Из них Аят Из суры Аят Аят Курси Который Каждый Из нас Знает Где Аллах Субханаху Вата'аля Говорит То что Ему Принадлежит Все что На небесах И все что На земле Уаля Яудуху Хивзухума И не тяготит Его Хранение Их Значит Их Имеется ввиду Небес И земли И он Высочайший И великий Из этих Аятов Мы понимаем То что Мнение Высказанное Приверженцами Нововведений Отклонившимися От пути Мухаммада О том Что Всевышний Аллах Находится Везде Что Является Одно Из самых Великих Проявлений Лжи На Всевышний Аллах Субханаху Растворился В своих Созданиях Или то Что он Смешан Со своими Созданиями Что он Находится Везде Куда бы Ты ни Посмотрел Там Аллах Это Конечно Мнение Является Мухтадя То есть Мнение Приверженцов Ереси Или же Мухтада Изоблудшее Мнение Бальхуа Куфрун Вадаля Лун Ватакзибун Лилляхи Субханаху Ватакзибун Лирасулихи Саляллаху Алейху Более того Это является неверием И заблуждением И обвинением Во лжи Всевышнего Аллаха И проявлением Неверия В Мухаммада Саляллаху Алейху Ватакзибун Фима Саха Анху Мин кавни Раббихи Фиссама Ведь от него Также передается Очень много хадисов Некоторые из которых Мы уже зачитывали О том Что Всевышний Аллах Субханаху Алейху Фиссама Наверху Над небесами Мислю Каулихи Подобно словам Пророка Саляллаху Алейху Сказал Неужели вы не доверяете мне В то время Как я являюсь доверенным Того Кто на небесах То есть Тогда как доверился Мне сам Всевышний Аллах Табаракова Тааля И как также Это передается В хадисах То есть В ночь Вознесения Пророка Саляллаху Алейху На семь небес Как сказано В хадисе Что он сначала Дошел до первого неба Затем до второго До третьего И так до тех пор Пока не дошел До Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Если бы Аллах Был везде То тогда Можно было бы Мухаммаду Алейху Пойти вперед Или же вбок Направо Или налево Или назад И так далее И тому подобное Если Всевышний Аллах Везде Почему же тогда Мухаммад Саляллах Алейху Алейху Асалям Был вознесен То есть Поднят наверх Ко Всевышнему Аллаху Субханаху Аталя И другие Другие доводы Переполнены Которыми Переполнен Кур'ан Которыми Переполнена Сунна Пророка Саляллаху Алейху Асалям И Всевышний Аллах Субханаху Аталя Тот кто дарует Сопутствие Тот кто является Нашим покровителем После того Как шейх Зачитал ему Вот эту фетву Уважаемого шейха Абдул-Азиза Абдул-Азиза Абдул-Азибаза Рахимаху Наш спрашивающий Обращаясь к шейху Говорит Аллаху Акбар Как же Превелик Всевышний Аллах Нет никого Больше него Слова шейха Имеет ввиду Ибн-База Ясные и понятные Ясные Подобно солнцу Да воздаст Аллах Добром И благом Ему И так же Тебе О шейх Действительно В действительности Именно это Является тем Вероубеждением Той идеологии Которую я должен Носить в своем сердце В котором я должен Быть убежден Лякин Ахьянан Кот Аль-Та-Ки Би-Ба-Ди-Л-Му-Ани-Дин Ау-Мушавваш Алейхим Однако Говорит Иногда Я встречаюсь С некоторыми Упорствующими людьми Или же С теми Кому У кого Вызвали сомнения Вот эти Превернцы Нововведения И так далее То есть Сделали ташвыш Если так можно по-арабски Выразиться То есть Как-то приукрасили Как-то обманули Сказали Что эти хадисы Указывают на это А этот недостоверный А хабру ляхат Мы не берем А здесь Проблема не в снаде А проблема в смысле И так далее Вот такие люди Мушавваш Алейхим Они не упорствуют Они бы приняли Но их обманули Им преподнесли Ложь В виде истины Я Говорит Иногда Могу встретить Таких людей Как же мне Им Таким людям Разъяснить И удовлетворить Их Чтобы они Остались довольны Ответом И объяснить им То что Всевышний Аллах Он возвышен Над всеми Своими созданиями То что он Над всеми Своими творениями На что Шейк говорит Хорошо Давай зададимся Таким вопросом Где мы находимся По отношению Ко Всевышнему Аллаху Давай попробуем Рассмотреть Все варианты Вот где мы Творение Можем находиться По отношению Ко Всевышнему Аллаху Ответом на этот вопрос Может быть Восемь вариантов Нету девятого Давай рассмотрим Все Восемь Но уже к этому Ничего мы не сможем Добавить Говорит Первое То что Мы все Находимся Под Всевышним Аллахом Субханапат То что Мы творения Находимся Над Всевышним Аллахом Айязан билля Третье Что мы Находимся Наравне Со Всевышним Аллахом Четвертый вариант Добавил Тоже допустим Что мы Как Над Так и Под Всевышним Аллахом Субханапат Альхамис Пятый вариант Ничего не выпускаем Аннакуна Фаук Аллахи Ва мусавина Лаху То что мы Находимся Над Аллахом И вместе с этим Мы наравне с ним Табаракава Табаракава Асадис Мы вообще Находимся По отношению К нашему Господу Табаракава То есть Каков же будет Ответ На что Спрашивающий Говорит Атакит Баадах В котором Невозможно Усомниться В котором Нет абсолютно Никаких Сомнений То что Все мы Находимся Под Всевышним Аллахом Субханах А Аллах Над Всеми Созданиями Аль-Али Высочайший Аль-Аля Высокий Аль-Ладзи Ла-Шай-А Аль-Аминху Выше Которого Ничего Абсолютно Нет На что Шаид сказал В действительности Это Есть Та Правда Истина Аль-Ладзи Ла-Ру-Иба-Фиха В которой Нет сомнений Каля Ведь Всевышний Аллах Субханах Ат-Аля Сказал Ваху Аль-Кахиру Фалка Абадихи И он Является Возвышенным Тем Который Взял Вверх Над Своими Рабами Над Своими Рабами Вахаля Та'аля И так же Аллах Субханах Ат-Аля Говорит Описывая Ангелов Яхафуна Раббахум Мин Фалкихим И они Страшатся Своего Господа Который Находится Над Ними И в этом Братья Барак Аллах Уфикум Ответ На вопрос Некоторых Людей Которые Что Убеждены В обратном Не хотят Соглашаться С аятами Кур'ана С хадисами Проксал Хотят Остаться На тех Убеждениях Которые Были Внушены Кому-то В матраса Кому-то На уроках При мечети Может быть И с теми Имамами Которые Доносят Неправильное Вероубеждение Или же Еще где-то Может быть В университетах В академиях И так далее Они к этому Привыкли Им это мнение По душе Как говорится Даже если оно Не противоречит Кур'ану И сунне И вот они Решили его Придерживаться И начинают Спорить Эти люди И говорят А какая разница Вообще Где Всевышний Аллах Субханаху Атали Разве это Имеет значение Разве это Вопрос Из-за которого Мы должны Дискутировать Разве вообще На чем-то Это отражается Мы говорим Да брат Если бы ты читал Кур'ан То ты бы Непременно Знал Что это Действительно Отражается Ведь Аллах Субханаху Атали Описывая Ангелов Говорит Что они Те Кто подчиняется Всем велениям Всевышнего Аллаха Субханаху Атали И не ослушаются Его Абсолютно Ни в чем И Аллах Субханаху Атали Объясняет Причину Этого Почему Потому что Их Вероубеждение Их Акида Побуждает Их Благим делам Каким Аллах Говорит Они Подчиняются Его Велениям Не ослушаются Его Приказов И страшаться Своего Господа Который Находится Над ними Что их Побуждает К страху Перед Аллахом Что их Побуждает Подчиниться Велениям Аллаха Их Убежденность Что их Господь Над ними Что их Господь И они Страшаться Господа Которые Находятся Над ними Убеждение Того Что Аллах Над тобой Наверху Побуждает Тебя К благим делам Побуждает Тебя Страшиться Всевышнего Аллаха Как же Человек Может страшиться Того Кто Под ним Это Даже Нелогично Насал Аллах Аф 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 Поэтому Шейх Приводит Этот Аят И говорит И поэтому Всевышний Аллах Ему Принадлежит Абсолютная Верховность Если Так Можно Сказать То есть Он Абсолютно Над Всем То есть Совершенное Вот Это Высочество Если Так Можно Сказать Он Над Своими Рабами Своей Сущностью Своими Атрибутами Своим Кахром Что Значит Кахром То Что Он Одержал Верх Победил Если Так Можно Сказать Если Допустим Аллах Для Него Только Наилучшие Примеры Ну Чтобы Немного Ясно Стало Приведем Пример По Отношению К Людям Допустим Если Человек В каком-то Спарринге Или В какой-то Борьбе Выиграл Про него Говорят Одержал Верх Так Ведь Одержал Верх И Вот Кахр Или Кахр Имеется Ввиду Победил Одержал Верх Взял Над Кем-то То есть Одержал Победу Над Кем-то Вот Это И И Всевышний Аллах Он Высокий Он Наверху У него Есть Аль-Улю То есть Высокое Положение В чем Во-первых Своей Сущностью Он Сам Наверху Во-вторых Также В своей Степени В своей Положением Мы Приводили Пример С директором Завода Который На первом Этаже Сидит Однако Что Степень Сам Высокая И Отличается От степени Того Кто На десятом Этаже Однако Что Занимает Какую-то Меньшую Должность По отношению К директору То есть Аллах Он Выше Как Своей Сущностью Так И Своем Положением Своей Уровне Своим Степенью Над всеми Также Он Взял Вверх Своим Кахрам То есть Одержал Вверх Над всеми Сильнее Всех Вот В этих Трех Вещах Аллах Субханаху Атали Аль-Али То есть Высокий Аль-Аля Самый Высокий И Поэтому Шейх И Говорит Действительно Наш Господь Является Высоким Высочайшим Аль-Лази Ла-Я-Лу Алейхи Шейх Мин Халь-Кахи И Никто Не Может Взять Вверх Над Ним Быть Выше Него Стать Над Ним Абсолютно Ничего Из Его Созданий На Что Завершая Этот Диалог Говорит Спрашивающий Да Воздаст Себе Клянусь Всевышним Аллахом Ушло От Меня Все То Что До Этого Было В Моей Душе Из Того Чем Наполнили Мою Душу Так Называемые Вот Эти Шейхи Или Учителя Это Могут Быть Шейхи Это Могут Быть Учителя Это Могут Быть Имамы Мечетей Это Могут Быть Хазраты Это Могут Быть Представители Каких То Исламских Учебных Заведений Каких То Религиозных Организаций Представители Это Могут Быть Муфти Это Могут Быть Имамы Как Хотите Называйте Кто Угодно Кто Б Не Противоречил В этом Вопросе Словам Праведных Предшественников Это Не Ограничивается Только Лишь На Учителях Мадраса Или На Преподавателях Университетах Кто Угодно Кто Угодно И Поэтому Он и говорит То Что Просто Как Пример Как Грубо говоря То С чем Он Столкнулся Он Говорит Ушло От Меня То Что Они Навязали Мне Из Этих Неправильных Убеждений Субхана Робби Аллязи Аля Аля Кулли Шейх Я Говорю Пречист Мой Господь Который Возвышен Над Каждой Вещью Бидатихи Своей Сущностью Вас Своими Атрибутами И тем Что Он Взял Верх Над Всеми На Что Шейх Говорит Я Прошу Всевышнего Аллаха Для Себя И для Тебя Полезных Знаний И Праведных Деяний И Восхваляю Всевышнего Аллаха Вначале И В конце И Мир И Благословение Нашему Пророку Мухаммаду Его Семейство И Всем Его Сподвижникам И Мы Точно Так же Просим Всевышнего Аллаха Посредством Его Высокого Положения Посредством Того Что Он Возвысился Над Своим Троном Табарак И Посредством Всех Его Имен И Высочайших Атрибутов И Посредством Нашей Веры В то Что Всевышний Аллах Наверху Фиссама Аль-лязи Который Возвысился Над Твоим Троном Чтобы Он Вел Нас Прямым Путем Чтобы Он Даровал Нам Правильный Иман Который Соответствует Вере И Убеждению Наших Сподвижников Ридван Аллах И Чтобы Он Показал Нам Истину Истиной И Даровал Нам Следование Этой Истине Чтобы Показал Нам Лож Ложью И Помог Нам Сторониться Этой Лжи Субханак Аллах Бихамдик Ващхаду Ла Илла Ант Астагфиру Ка Атубу Илайк Хафизак Аллах